Доброе утро, Капан. Майский весенний центр мира. Солнечный и радостный. Продолжаем твои хроники. Сколько воды течет, а летом засуха и поливать нечем. В общем, нужна система водохранилищ явно. Заодно можно выращивать в этих водохранилищах рыбу и меньше импортировать продовольствие Капан. И быть в более независимом продовольственном смысле. И я в моих хрониках пытаюсь про политику не говорить, но придется в этот раз. Если в Армении еще остались люди, которые не понимают, зачем Ванетян вышел на улицу, объясняю популярно. Потому что здесь, в Капане, в Сюнике, про это знает каждый. В общем, после революции шеф КГБ присвоил себе бизнес по транспортировке меди-малибдена из Катеранского комбината. И этот бизнес приносил ему кучу денег. А пару месяцев назад этот бизнес у него как-то отняли. Парень остался без денег. Вот и вышел на улицу под политическими лозунгами про хвост. Вообще, вся эта шайка, которая была власти до 2018 года, сейчас бесится от того, что не знает, как делать бизнес без монополии. Они вообще не понимают, вот если у них нет власти, как делать бизнес. Вот и бесятся. Пытаются вернуть власть. Исключительно ради бизнеса. Означает ли все, что я говорю, что я хочу Николу и власти? Абсолютно нет. Я хочу такую систему, когда абсолютно будет все равно, кто у власти. Я хочу систему референдумов для принятия наиболее важных решений. И на уровне государства в целом, и на уровне городов, муниципалитетов. Народ должен принимать решения и отвечать за эти решения. Если уж говорить про предательство, то в первую очередь Никол предал демократию. За четыре года ни одного референдума. Ни одного. Обещал. Вчера мне сказали, что в Ачагане будут строить глампинг. Это такой кемпинг высокого класса. И это супер хорошая новость, потому что бизнес начал вкладывать деньги в экотуризм. Потом у людей есть такая особенность, они будут это копировать. Это значит, что после первого глампинга возникнут вторые, третьи, четвертые глампинги. В общем, отличная новость. Дай бог все это случится. Я надеюсь, после глампингов уже будут строить полноценные резорты. Ведь центр мира достойен этого. Тем более, что здесь у нас большие территории охраняемые. И самые большие леса Армении. И самые прекрасные, разнообразные ландшафты. Дай бог.